Урок 20. Задача первая. Разложите на множители, а затем найдите значение выражения, если m равно 2, n равно 7. Сначала давайте разложим на множители. Можно вынести общий множитель m за скобки. В скобках будет m плюс n. Так, а рассматривая третье и четвертое слагаемое, можно заметить, что есть общий множитель минус 3. Если минус 3 вынести за скобки, в скобках будет m плюс n. Теперь общий множитель m плюс n выносим за скобки. От первого слагаемого останется m, от второго минус 3. А теперь давайте найдем значение. Если m равно 2, n равно 7. Подставляем вместо m 2, а вместо n надо подставить 7. Получится вот такое числовое выражение. Значение этого числового выражения минус 9. Задача вторая. Вычислите. Так, давайте вынесем за скобки общий множитель 16,7. Такой множитель есть у первого слагаемого и у второго. От первого слагаемого в скобках 14, от второго минус 3. Так, рассматривая третье и четвертое слагаемое, легко заметить, что есть общий множитель 5,3. Выносим за скобки 5,3. В скобках будет 14 минус 3. 14 минус 3 – это 11. Теперь можно вынести 11, как общий множитель, за скобки. Выносим в скобках 16,7 плюс 5,3. Значение этой суммы 22. Значит, если 11 умножить на 22, будет 242. Задача третья. Решите уравнение. Здесь можно вынести общий множитель 6х. В скобках будет х минус 3. Здесь выносим минус 1. За скобки в скобках х минус 3. Теперь за скобки надо вынести х минус 3, как общий множитель. В скобках 6х минус 1. Значение произведения равно 0. В каком случае значение произведения равно 0, когда один из множителей равен 0? Вот этот множитель. При каких х равен 0? Если х равен 3. Это первый корень уравнения. А здесь в каком случае будет 0? Если х равен 1 шестой. Это второй корень данного уравнения. Так, 2 корня. 3 и 1 шестая. Задача четвертая. Разложите на множители. Давайте минус х представим, как минус 3х плюс 2х. А теперь сгруппируем. Первое слагаемое со вторым. Третье с четвертым. Выносим за скобки общий множитель х. В скобках будет х минус 3. А здесь выносим общий множитель 2. Плюс 2 выносим в скобках х минус 3. Теперь надо вынести х минус 3. Выносим х минус 3. В скобках будет х плюс 2. Задание выполнено. Задача пятая. Даны три последовательных натуральных числа. Произведение двух меньших на 22 меньше произведения двух больших чисел. Надо найти меньшее число. Давайте меньшее обозначим за n, то, которое идет следом, натуральное число, на 1 больше. А затем еще на 1 больше. Произведение двух больших. Это n плюс 1 надо умножить на n плюс 2. На 22 больше, чем произведение двух меньших. Значит, давайте запишем. Вот это произведение двух больших. Если из этого произведения вычесть произведение двух меньших, то получится 22. Раскрыть скобки. Упростить. n квадрат минус n квадрат. Взаимно уничтожаются. Их сумма равна нулю. 2n плюс 2 – это 22. Значит, 2n – это 20. n равно 10. Значит, меньшее число – 10. 10. ИНТРИГУЮЩАЯ 분들은 ТАСЕЛЯ ЭТАНИ. ИНТРИГУЮЩАЯ partido